я приехала из маленького города называется майкоп находится в республике адыгея и тем кто рожден в майкопе известно что если ты из майкопа то ты автоматически являешься мусульманином я родилась такой же семье и поэтому с детства считала что я мусульманка что я должна защищать все мусульманские традиции но на самом деле из ислама у меня был только полумесяц и одна выученная молитва которая нашла в книжке очень художественный понятия не имела что она означает она была на арабском так вот еще из моих таких мусульманских подвигов было то что когда у нас в городе начали строить христианскую церковь я решила организовать подруг чтобы мы вместе эту церковь начали каким-то образом разрушать мы считали что нам не нужно еще одна христианская церковь хотя нам было лет по десять наверное но я предложила по кирпичику хотя бы уносить чтобы помешать им хоть как-то и если вот забежать вперед я могу сказать что потом впоследствии именно в этой церкви я была в числе первых кто принимал крещение но в тот момент я еще в этом не знала началось все с того что как ни странно мне стало вдруг внезапно плохо у меня случился приступ астмы которые у меня раньше не было и я попала в больницу я попала в больнице в одну палату с женщиной которая была тоже адыгейка но она приняла христа и этим меня очень сильно удивило и даже огорчила и я стала со всей своей энергичностью убеждать ее как она не права она в свою очередь убеждать мне что права она и вот так вот мы с ней каждый вечер вели диалоги которые ни к чему не приводили потому что я очень упрямая а моя мама нормальная женщина видимо она решила выслушать ее и то что она услышала коснулась ее сердца она стала приходить к ним на домашние группы где собирались такие же адыгейцы которые приняли христа оказалось их много и вот мама стала приносить домой какую-то христианскую литературу которую аккуратно прятала по углам чтобы она не читала выбрасывать не стала боялась ему книги же все-таки но прятала от нее чтобы она не просвещалась так вот длилась какое-то время наша борьба потом моя мама всячески пыталась меня вылечить от астмы и привела к одному человеку который он считался православным но был на мой взгляд православный протестант потому что он не посещал православную церковь так как они не совсем одобряли видимо его деятельность он очень активно рассказывал людям о боге именно библейскими текстами то есть он проповедовал и проповедовал проводил встречи у себя дома на этих встречах он молился о людях обычными простыми словами и вот на такую встречу мама привела меня моя тетя привела мою сестру на одной из таких встреч он стал молиться и вдруг внезапно от простых каких-то слов которые я не думала что имеет такую силу моя сестра падает в обморок она теряет сознание и вся наша семья все кто присутствовал начинают просто не понимать что произошло а он объясняет что как это вот с точки зрения библии что это могло быть и тут вдруг я начинаю понимать что все его слова и весь этот мир который возможно мы не видим он имеет силу и что чудеса возможны и что все не так просто как кажется вот этот вот вот эта ситуация с моей сестрой переменила мое отношение к его словам я стала ему верить и теперь уже вернувшись домой я стала вынимать из всех тех мест куда спрятала мамины книги вынимать эти книги начала их читать одной из таких книг была библия и там я обнаружила что вот действительно этот мужчина говорила из этой книги что слова совпадают очень мне все это стало интересно а потом я нашла книгу не помню ее название наверное очень хорошая жалко не помню название в ней в конце была молитва покаяния прочитав книгу я поняла что я хочу то о чем там говорится я просто спокойно прочла эту молитву не понимая даже какое она имеет значение потому что ну как-то не в курсе была совершенно ничего не произошло не затрубили ангелы мне просто стало ну в принципе жить дальше даже не запомнила эту дату что потом тоже оказалось не очень потому что мне периодически спрашивали когда ты покаялась и не знаю просто дом сидела книжку читала тогда и покаялась и но изменения они стали происходить и жизнь начала просто кардинально меняться и я оказалась в кругу людей которые были совершенно удивительными я представление имела верующих как слегка ограниченных и ну там у каждого свои представления как правило дистанционно они не очень хорошие но когда я увидела церковь когда я увидела верующих людей удивилась что они такие красивые во первых и что они умные что интересные и что время которое мы там проводили потом в итоге вместе на каких-то мероприятиях молодежках и других каких-то встречах оказалось таким интересным что у меня даже альтернативы такой не было по крайней мере в моем городе все это захватило меня надолго я сразу погрузилась во все виды служения какие только есть и это просто был какой-то вот космос мне очень нравилось как мы как я жила но оказалось видимо что у бога другие планы о как-то так получилось что я оказалась в санкт-петербурге я поступила сюда учиться христианское учебное заведение это тоже было здорово интересно нас многому научили но в этот период я не смогла найти ну видимо плохо искала церковь для себя потому что мне казалось разве среди верующих раз я живу среди верующих ну в принципе ну что все прекрасное так или иначе я расту духовно но это оказалось на деле не так потому что потом когда закончил университет я оказалась вот один на один с реальностью и почему-то я оказалась не готова к этому стала постепенно постепенно какие-то сомнения появились одно другое какие-то поступки которые я сама в себе осуждала и понимала что так не должно быть раз я верующий почему меня бог не остановил постепенно мне ну вот какие-то мысли которые постоянно у нас есть но если мы ничем не защищены ни словом божьим не другими людьми верующими мы начинаем эти мысли принимать за свои и за правильные в общем такими темпами я на три года ушла просто в какие-то свои движения которые которые привели меня к тому что думаю наверно бога вообще нет раз до сих пор у меня не остановила не вернул я решила поехать проверить если бог я решила поехать в африку потому что всегда очень сильно боялась африканцев почему-то боялась и крокодилов боялась естественно вообще не всего это боялась этого боялась и я думала если я поеду туда где мне страшно где мне будет некомфортно то я наконец-то смогу ощутить что вот ну что-то либо вот бог меня поддержит и спасет либо ничего не произойдет возможно я там умру у меня в конце есть ну неважно уже не важно было мне нужно было срочно решить вопрос есть бог или нет несмотря на то что я была верующей надо ладно вот я приезжаю в африку и там я решила вести дневник думаю то потом потомкам так сказать расскажу как все было как я искала бога и на первой же странице я стала сразу писать о том что было для меня важно я поместила здесь свой начало своего пути что я была мусульманка сначала потом приняла христа и самым ярким событием самым значимым для меня стало что у меня появился папа и я вырезала из какого-то журнала там была кипа журналов я вырезала словосочетание daddy's girl для меня это было ну вот просто ключевым моментом я ощущала себя божьей девочкой в то время и понимала что ну все я просто на пике счастье но потом вот этот период отступничество назовем его так и мне показалось что все наверное я уже больше не daddy's girl потому что зачем папе такие дети как я и все и у меня вот это отчуждение это ощущение укоренилось и она была при мне но я помнила вот эту ситуацию с daddy's girl и я скучала по этим ощущениям так я жила в этой африке у нас каждый день были какие-то мероприятия я все фиксировала но она не особо касалась моего сердца потому что у меня я туда ехала вообще с мыслью если мне будут просто говорить бог любит тебя скорее всего я не изменюсь потому что я сама это говорила людям и к чему это привело мне хотелось увидеть что-то из ряда вон что-то ну просто настоящее чудо мне надо было увидеть чудо которому люди не могли приложить руку который был вот лично для меня от бога так вот как я уже говорила мы жили жили в кампусе было много всего интересного но ничего не не преобразовывала так сказать меня изнутри пока в один прекрасный день не пришла женщина которая удивительным образом всех нас дистанционно знала несмотря на то что есть уже на первой партии она подошла ко мне и сказала тебе нужно перестать задвигать себя назад ты на первом месте для бога будь первой для бога я так удивилась на первой партии сижу зачем она мне это говорит но это имело смысл видимо потом она на последний день она принесла огромную корзину в которой лежали одинаковые конверты нас было 30 человек и там было 30 одинаковых конвертов не подписанных ничем не отличающихся друг от друга она пустила их по рядам когда эта корзина дошла до меня это уже ну вот все уже было в перемешку кто-то брался для себя первые вторые третьи но это уже не имеет значения приходит эта корзинка остатки я думаю какой взять конверта не одинаковый этот вспоминаю ее слова ты первая для бога будь первой я думаю возьму первый хотя он уже не первый естественно брали же за меня я беру этот конверт и она говорит уходите в тихое место там помолитесь и посмотрите что внутри я ушла в свое тихое место достала конвертик и посмотрела что внутри и там оказалась вот такая подвеска на которой написано daddy's girl то есть это те самые слова которые имели для меня огромное значение и я поняла что вероятность того что это окажется каким-то чудом у меня и каким-то образом эта женщина где-то ну вот эту подвеску она покупала подарочки для каждого но они все были абсолютно разные и у меня оказалось именно вот это я поняла что несмотря на все что я думала чувствовала ощущала я все еще оставалась для бога daddy's girl то есть папиной девочкой и такой же любимой и такой же ценной это конечно полностью преобразила вообще все мои ощущения сейчас наверное сложно описать эмоции потому что вот они были в тот период единственное что могу сказать что когда меня увидели спустя время другие люди они подумали что я влюбилась потому что мне прям так светились глаза что все спросили что с тобой случилось у меня было такое ощущение что я уже не могу как раньше жить даже в принципе просто ходить на обычную стандартную работу мне казалось что вот это вот вот этот подарок я должна просто с ним куда-то идти и кому-то дарить непрерывно и я решила идти работать христианский приют замечательное место оказалось и там я смогла реализовать все что мечтала и продолжаю там работать очень всем советую если вдруг у вас что-то в жизни не так и вам хочется вот прям не знаю перемен идите туда где нужно помогать это вот то место где ты действительно начинаешь становиться ценным начинаешь приобретать смысл жизни начинаешь ценить и себя во первых и естественно людей вокруг то есть вот в таком месте я сейчас работаю хочется чтобы знали все что вы для бога любимое дитя и не важно что вам говорят другие люди не важно что вы даже чувствуете в этот момент потому что чувства они бывают основаны на чем-то ложным вы для бога любимое дитя очень хочется чтобы все в мире испытали это ощутили и жили помня об этом каждый день этоért как ну как вот а